Доброе утро. Давайте начнём. Дорога есть? Нет? Термогаз? Термогаз. Термогаз у нас всё штатно решили, включённых нет. Всем дают другое. Уже выдали питание по новому тарифу. В принципе, проблема, которая появляется, решается. Скажите, что там происходит на улице Петру за дни про 6А и 6Б? Значит, вы в третий раз обязываете людей поменять счётчики. Какая там реальная ситуация? Они были на приёме там всем подъездом. Раз меняли, два меняли, сейчас заставляете их менять третий раз. Мы их не заставляем. Один раз, когда они снимали счётчик, у них получалось дешевле, чем по счётчику. Из-за того, что счётчик находится во дворе. Там пеплотрасса в ней где-то порядка 60 метров. Там очень большие потери. Потом есть очень много квартир там отключенных. Остались там в одной восемь квартир. Всего там две остались. Во втором три квартира. Так как вам выход из положения? Чтобы они себе поставили автономно. Хороший выход. Понимаете, вот лежакий идёт вот так, повтори внутрь дома. Труба 50. Согласно постановлению правительства мы можем ставить отключён. Только 10 процентов. Несмотря что труба 50, она выделяет больше тепла, чем 10 процентов. Мы не можем это ставить. И вот три квартиры, которые есть, всё этот самый остаток, всё на них не ходит. Вы приняли поставить автономно? Они ко мне пришли, два человека, говорят, мы хотим отключить весь дом сразу, чтобы не осталось один. Потому что весь дом, ну там есть одна бабка, она не хочет. Я не могу составить или делать то есть. Самый выгодный для них. Одна бабка, это не бабка, это житель города Бельск, это женщина, которая проработала всю жизнь и сегодня она на пенсии, она не бабка. Может она чья-то и бабушка, это другой вопрос, но давайте не будем. Но проведите беседу, я понимаю, должен быть какой-то выход. Если человек пенсионер и нет у него сегодня на замену счётчик, войдите в это положение, с предприятием как-то войдите. Как? Сами счётчик установите. Счета, откуда деньги взять? У нас нет у этого, чтобы не поступали. А вы понимаете, вот этот закон... Я понимаю, но третий раз, на каком основании они будут третий раз менять счётчик? Третий раз. Ладно, один раз мы говорим заменить счётчик, потому что он вышел из строения, прошёл по верху. А в третий раз, что мы скажем? Я понимаю, что вы делаете всё законно, я даже не оспариваю ваши, что вы идёте не враг на законодательство. Но это же наши люди. Я ещё раз поясняю... Господин Мунтиан, вы поймите меня, вы меня поймите. Сегодня наша экономическая составляющая нашей страны, конечно, очень в глубоком-глубоком месте, понимаете? Я понимаю, какие счета приходят сегодня за отопление. Я понимаю наших людей. Но когда три квартиры в этом доме... Ну, вы идите сами, посмотрите, вы же специалист огромнейшего класса, понимаете? Внутрянка дома находится на основе у ЖКХ. Раз. Второе. Если поставить новую счётчик, у них будет дороже, чем без приборники. Всё, прошло, весы прошли. На кого? На Федю, на Васю, на кого распределять? Кто есть на те? Там чётко написано. 10% и ни капли больше. А что вы говорите на ЖКХ? И что там, может, они не изолированы? По дому они никогда не изолированы. А трасса, этот самый, желает лучше. Трасса тоже не изолирована? Ну, она есть, но... Что же всё? Наружные трассы находятся на обслуживании термогаза. На придомовые сети подпольные, да? Да, подпольные. Поэтому их изолировать просто не получится. Они находятся под полом, которые нужно скрывать. Поэтому здесь нужно решать... ЖКХ в этой ситуации не имеет никакого взаимоотношения. Нет, зачем их вспоминать. Здесь нужно решать вопрос поставки тепловой энергии конечному потребителю. Способ, прибор учёта, без приборных, без приборных. Это уже по месту там нужно определяться. И на эти затраты, к сожалению, придётся идти. Потому что сегодня эти приборы учёта, с ними заниматься, тоже будут затраты. И вот эти... Чего это? Где-то порядка 45 тысяч долларов. Долго-то уже другая. Долго-то вы работаете с долгом. Есть суд, есть что-то. С долгами вы работаете сами. Это и ваши проблемы, и водоканала проблемы, и ЖКХ проблемы. Сколько на ЖКХ сегодня долг? Долг какой у вас? Дебиторская. Дебиторская. Дебиторская какая у вас? Почему не знаете? Я вам скажу, около семи миллионов. Если вы не знаете. Но вы должны знать про это. Ну, с долгами работайте. Выйдите на место и посмотрите. Есть выход. Давайте искать выход и поможем людям. Хорошо, спасибо. Четнот, пожалуйста. Основной оправданной станции работает из аварии. Мы работаем в нормальном режиме. По тепловым сетям за 26 выходные дни. В понедельник у нас тоже будем проведать. В тот же день мы его устранили. Восстановили все. Поэтому в основных вопросов нет. Вот он. Хорошо, спасибо. В дальнейшем. Я понял. Скажите, пожалуйста. Я говорил, что вы поставили контролеров на полигон. Вы контролируете ситуацию? Потому что у нас первая ныря по 31. Мы должны полностью поставить объемы. Да. Каждая машина в числе 3-х человек объявляется в путенную секцию. 60 килограмм, сколько, килограмм. Понял. Второй вопрос. Вы завезли холодную свадь? Да. В сумме 20 тонн? Да. 22 тонн вчера и сегодня, если все... Где вы начинаете сразу его работать? Мы заработаем на Дичибау. Попозже Дичибау до Штефан-Ченмари. Сворачиваем на Штефан-Ченмари, где старая почта. Там очень много аргумен в этих формах. И спускаемся на молот до автовокзала, до моста, где пересечение роутер. И оттуда возвращаемся назад до Николаева. Николаеву мы вынуждены будем делать по Ивано-Франкоу от угла улицы Болгарска вниз, если идти снизу правой стороны, вручные ямы, там, где не было уложено... Есть старое слабище, в каких-то времен я могу сказать. Но там тяжело сейчас, машины не могут проехать, вынуждены выйти в наследчик, могут транзитировать. То есть вот такой план. Пока. Если что-то изменится, будет другая улица. Скажите, кто в Молдаве изготавливает холодный асфальт? Молдаве изготавливают... Уже будут изготавливать только на инфонстике. Нет, уже будут. Или изготавливают лают. Это знаете, как мне сказали, Друмл Белл сделает холодный асфальт под Рокки. А мы выясняем, что никто ничего там не делает. Значит, я вам объясняю. На вчера дня, фирма, которая производила асфальт, которую я в последних 20 тонн взял, они прекратили эту работу. Она не выживает нас. И я вам говорил вчера по телефону, говорили сегодня, что мы должны быть потом совместно с Друмл Белл, с Нон Куалстом, какие еще фирмы, кто занимается на севере, продумывать совместно, или как надо думать о будущем зимы, готовить свой мини-завод по производству этого холодного асфальта. Он не такой уж прибыльный, но это необходимость. Мы никуда не денемся от этого. Поэтому я веду переговоры сейчас в Белгородской области город Ночебекер, который производит специальные составы для того, чтобы производить холодный асфальт, и с Белоруссии. То есть у нас два источника, которые мы сейчас определяем, и мы собираемся вместе согласовать и подумать, как правильно сделать, чтобы было качественное производство в Белоруссии. Где дешевле? В Белоруссии или в России? Если скажу, что в Белоруссии. В Белоруссии? В Белоруссии, да. Значит, собирайтесь сюда в командировку, уезжайте в Белоруссию в командировку. Хорошо. Берите с собой Зиньковского, нет, значит... Я тоже хотел просить, если надо, да. Что нужно еще один специалист, кто понимает в этой области. Можно врагать, тоже угнать. Дальше. Скажите мне, для перевода Белинского было поручение защепнить этот перевод. Вы начали там работу? Бабинского, что ли? Бабинского, да. Значит... К сожалению, мы только не сегодня начнем, потому что там действительно, вы были правы, там полностью всю улицу, надо задорвлять по новому. Не, ну вам смешно, что ли? Я не понимаю. Не, а почему... Ну хорошо, а что вы до сих пор ее не видели, эту улицу? Во-первых, мы производили там работу. Производили там работу и водоканал. Совершенно верно. Производил там водоканал работы, и сделали полоску 30 сантиметров шириной. Это правильно. Но ширина улицы какая? Люди ходят там как в сапогах на улице выходят? И что они убрали эту музыку? Кто они убрал? Аппоканал. Слушайте, Юрий Николаевич, давайте прекращайте, вы все на Аппоканал, все скидываете. Аппоканал виноват, Аппоканал виноват, Аппоканал виноват. Вы получите претензии по Аппоканалу и Панчуку бы выдвинули, когда они там убивали этот Аппоканал. Егор другу можете передать привет этим Аппоканалам. 30 сантиметров шириной была та полоска, что делала Аппоканал замену трубы. Первое слово, они защебнили. Но потом же надо прийти на эту улицу. Вы зашли на нее или нет? Когда зашли? Нет. Хорошо, отлично. Дальше. Улица Когульская, 77А. 77А. Это со стороны... Запишите себя, пожалуйста. Улица Когульская, 77А. То же самое. Защебнить, потому что дети не могут в школу даже выйти там. Есть? Дальше. Мы говорили о улице Николаево, сзади Святого Николая церкви поставить контейнер. Вам не надоело смотреть на этот мусор? Каждые два дня люди снизу поднимают эти пакеты, туда его скидывают этот мусор, и едут люди по Николаево, и только смотрят на эту мусорную площадку. Мы год говорим про это. Год ровно. То вы мне говорили, что там безопасность движения мешает, ну что там контейнеры упадут. Я сказал сделать площадку там, поднять эту площадку, забетонировать и поставить там контейнеры. Ну что, мы будем долго терпеть, что там будут выносить мусор? Улица снизу поднимается, все выкидывают пакеты. Это красиво? Я сказал, продумайте вопрос, посмотрите с экологией. Как правильно поступить там в этой ситуации? Ну год прошел, что нет неужели выхода? Или будем так обратно туда скидывать, скидывать, скидывать? Я понимаю, что это не ваша вина, это вина людей, которые живут на этой улице. Я понимаю. Но если люди не... Как назвать? Не знаю. Ну нет, воспитание внутреннего. Родители не привили, но выносят они пакеты сюда наверх. Но уже вы видите, что свалка, свалка и свалка. Не, ну я же вам сказал, найдите выход с экологией, посоветуйте с работниками полиции. Как правильно поступить? Как сделать эту правильную площадку? Чтобы контейнер тот не уехал вниз? Ну говорили же про это. Опять мы едем на выходные, опять полно гора мусора стоит. Новикова пришла, выгребла этот весь мусор, увезла, проходит полторы сутки, опять полная гора мусора. Ну что, она будет только ездить по звонку и говорить, мусор, 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 мусор. Когульску отметили себе? Да. Спасибо. Водоканал. Виновник всех разрытий в городе. Конечно. Ну у вас же сейчас кали в глаза чего-то. Ну да. Ну мы сейчас будем опять на Новом Дмитрицах работать. Так. Потому что возле подкачки будет замена участворения. Так вы согласуете свои работы с ДРСУ? Обязательно. Ну вот видите, они не в курсе оказываются. Обязательно. Сегодня начинаем работать. И один прорыв на Конево-1 незначительный. Сегодня устроили. Что на Конево-1а там было? Прорыв. Сегодня будем устроили. Там я карточку в понедельник выписывал. Какой адрес? Улица Покрышкина. Раз. Второе. Улица Шевченко. Шевченко 65А. Могу рассказать. В 2009. Я понимаю, что вы можете сказать. Скажите, пожалуйста. Вот семья из пяти человек, да? Пять детей. Я считаю, что этой матери надо дать орден. В председательскую службу давали мать героине. Угу. Люди купили дом. Они еще его полностью полностью. Даже еще не купили. Совершенно верно. Взяли в рассрочку. Приходят инспектора и 51 тысячу рублей насчитают по сечению трубы. Я ничего не говорю. Правильно сделали. Окей. Вы правильно сделали. Согласно законодательству. Вы пришли, увидели, что прибор учета стоит. Пломбы нет. Вы взяли, насчитали по трубы сечения, как положено, 51 тысячу рублей. Кому насчитали? Матери пяти детей? Или тому, кто, может, тот, кто старый хозяин, что в Бендерах живет, а? Николай Николаевич. Хорошо. Я могу встречно ответить. А Шевченко под эти ватоканалы просто сказать, что я хочу... Я купил. Долг купил? Нет. Ну, я имею в виду аналоги. Вы правы со своей стороны, с человеческой. Нет. Я вообще не обвиняю вас. Я говорю, вы правильно. Вы все в пределах законодательства. Вы как господин Хмарный, господин Мунтян. Вы все правы. Вы все строго по бухе закона. У вас нет нарушений. У вас все отлично. Понимаете? Все отлично. Ну, давайте людей будем загонять. Я не знаю, куда вы их загоняете. В суды. Вот она возьмет, там, мать, пять детей. Пойдет в СУС. Ну, дадут ей пятьдесят одну тысячу заплатить. Что вы будете с ней делать? Объясните. Ну, что там тройняшки на руках стоят. И две, по два или по три года. Два ребенка. Ну, что делать? Ну, ну, войдите же вы как-то в положение. Посмотрите, что, да, действительно, дом только... Еще даже не приобрели. Хозяин дома в Бендерах. Что же вы выписываете штраф на этого человека? Эм... На этих пять детей они выписываете на хозяина. Николай Николаевич, это, во-первых, тоже нарушение в плане того, что надо было тоже повезти. Что он продает, что они... Мы это узнаем, когда он пришел. Скажите, вы сейчас пойдете в суд, я вам скажу, что хорошие адвокаты разгромят вас в пух и прах. Потому что вы должны были составить акт на хозяина дома. А не на этих людей, которые сегодня находятся в этом доме. И то они там находятся с ноября или с декабря. А? Сентября. Сентября? Да. Беженаль был со мной, да? Сентября? Сентября. Сентября. Хорошо, сентября. Сколько... Вот я вот сделал аналогию. Специально посмотрел, сколько моя семья берет воды в квартире. Ну, значит, полностью там, если приезжают дети мои, то до 20 кубов в месяц. Кто-то берет 13 кубов, кто-то 14 кубов. Ну, больше не бывает. Зато я смотрю аналогию бани у нас в Бельцах. Они берут 30 кубов, блин. Всего 30. Сауны. Сауны. Понимаете меня? И вы тут людям считаете, которых 5 детей, 51 тысячу. Что вы этим сауном не посчитаете, а? Класс! В саунах не купаются у нас, они не моются, ничего. Ну, 30 кубов они всего берут в месяц. Квартира из 4-х человек берет 20. Сколько у вас берет? 22. 22. Сколько у вас человек живет? Пятеро. Пятеро. У вас сколько берет в квартире? Семь. О, семь. Два человека, да? Ну, в дучки на выходные приезжают. Ну, да. Ну, семь. Семь. И баня, сауна, которая работает круглые сутки, берет 30. Вы хотите сказать, что там постоянно парятся в тех банях? Да я не говорю, что там постоянно парятся. Ну, расход воды в бане должен быть порядком выше, чем в квартире. Николай Николаевич, я все это прекрасно понимаю. Но тогда согласились все на водомеры. Это нет. Еще раз говорю. Я знаю, что вы, вы специалист, вы хороший специалист. Но возьмите, обратите внимание и посмотрите, и выйдите на место, и как должно оно быть. Ну, я понимаю, что мы идем правильным путем. Пенсионеров, тех, кто гробовые остались, этих из 5 детей, мы их, конечно, будем загонять. У нас больше другого выхода нет. Вот такие мы, контролеры водоканала, пришли, обнаружили и наказали. Ваши адвокаты разнесут пух и прах. Вы не должны были составлять акт на эту семью. Вы должны были составлять акт на хозяина дома. Я выписал карточку, пожалуйста, пригласите людей и разберитесь индивидуально в этом случае. Индивидуально. Ну, нельзя так. 5 детей, 3 только родились, а? Ну, не только родились, а по 3 года. Ну, по полтора, если быть честными, уже откровенными, да. По 3, это тем другим. Тем другим 12, 15. Да, 12, 15. Сейчас мне скажете 47. Нет, я знаю. Отлично, что вы знаете, что я хорошо, что не знаю. Надо было, чтобы вы со мной в этот раз сидели и чтобы к вам они пришли. А вы в этот раз со мной почему-то не сидели. Простите, пожалуйста. Да. Придете в понедельник в следующий. ЖКХ. Вприятие работает в штатном решении. Все рабочие вопросы решаются в рабочем порядке. За период с 1 января по 14-е число было задание электров 16 человек в среду с этими сбрасниками. Канализацией пересадили 270 объектов. Прорыва ХВС 62. Все вопросы были решены и устранены. Сучара 21 квартира. Вопрос решен. Вчера был заменен. Что решен вопрос? Заменен кусок трубы. Правильно. Значит, мы дошли до того, что у нас приходят наши слесаря, открывают ревизию. Слились, извините, нечистоты на пол подвала. По колено нечистоты не стали и ушли. Вчера вы заменили кусок трубы. А колено кто будет менять? Мне сказали. Кто сказал? Ничего не заменено там. Ничего не заменено там. Вот после совещания идите туда лично и посмотрите, что там поменяли и что нет. Дальше. Это что касается Сучавы 20. Мне интересует Сучава 15А, что с кровлей в 2015 году к вам обратились в 2016, обратились в 2017, обратились в 2018, обратились в 2019, обратились. И вы везде пишите, что кровля будет заменена в текущем году. Фамилия Патынк Коломайчук. Сучава 15А, квартира 105, 106, 107, 108. Что там? Значит, я хочу вам пояснить, что по этому адресу есть немножко проблема в связи с тем, что выход на кровлю очень узкий этот класс. И лестница стоит ровно. Туда поднять материал очень тяжело. Кровля действительно находится в плохом состоянии, недовлетворительном. Там, в принципе, из того кровельного материала остались одни камни. Там нужно произвести с цементным раствором. Для того, чтобы выполнить эти работы, мы хотим в этом году привлечь... Частников? Частников, да. Окей, согласен. Потому что там нет возможности нам. Мне нужно туда 15-18 кубов бетонного раствора. Согласен с нами. Целикое число? 15 января. 2018. 20-го года. 20-й год. Николай Николаевич, этот вопрос поднимался не один раз. Этот вопрос поднимается с 2013 года, если быть точным. Но вы сами знаете, что просто... Я все знаю, но вы понимаете, что с 2013-го, 2014-го, 2015-го, 2017-го, 2018-го, 2019-го не нашли частника? Частника не нашли, чтобы сделать этот кран туда подогнать? Ну, в этом году я беру под личным конкретным решением. Слава Богу. А до сих пор почему вы писали людям письма, что мы найдем выход из положения, мы найдем техническое решение, мы найдем из 2013-го года. Вы находите, находите, находите. Я еще там читал подписи этих, предшественников ваших за три или четыре директора. И все находят там, понимаете? Потом читал там Нягу, вице-примары, ответ. Читал Шеринета, ответ. Вы чего обманываете их, а? Но не вы лично, предприятие. В данным жильцам было предложено рассмотреть варианты, чтобы они сами выполнили эти работы, чтобы мы... Да они пытались, там куча чеков даже вам приложили. Они пытались, но люди, женщины, как они туда залезут, объясните мне. Понимаете, вы пишите им ответ, пишите в примарию ответ. В вице-примаре там, начиная, там я читал... Нягу был? Нягу. Маху. Маху там четыре ответа дает только. Ну так нельзя, но почему такое отношение? Ну это же наши люди, ну... Это же люди, которые живут с нами в одном городе. Это люди, которые трудились на благо этого города. Что происходит на Кали-Ешеру 5, квартира 18? Не могу вам сейчас ответить, я уточню. Нет, не должен. Значит... Тяна, давайте с вами так говорить. Значит, на прием граждан или вы приходите лично и сидите возле меня и выслушиваете все, или приходите мне компонентные людей, которые разбираются в этом. Почему вы ничего не знаете по этим адресам, я не могу понять, а? Потому что начальник ПТУ мне не доложила обстановку с приемом. Она сказала, что она... Ваш представитель был? Вам доложили? Нет. Еще раз его пришлете туда, сами лично будете возле меня сидеть. Понятно? Или Мирон, или вы лично. Или Латяну. Больше там мне никто не нужен. Потому что я вижу, они ходят только хлопают глазами там. И между ушей все пропускают. Значит, Кали-Ешеру 5, квартира 18. Там в подвале проблема такая же, я так понимаю, как и на Сучаве 20, скорее всего. Потому что там вонь стоит, комаров куча. И вообще, значит, запишите себе, дайте команду главному инженеру, вашим заместителям. Только будут погодные условия, только будут погодные условия. Значит, создавайте бригаду отдельную и все подвалы. После всех наших, будем так говорить, ревизий, да, Шеставра Ивановича, которые мы... По весне. Да, по весне, значит, все очистить до бетона. И окна, которые есть у нас в подвалах. Естественным путем там пройдет вентиляция, оно их отсушит. Понятно? Потому что другого я не понимаю. Как мне сказал представитель водоканала, что был со мной на приеме, что у нас таких подвалов, как на Кали-Ешеру, у нас, говорит, половина города. Говорит, вы заветите еще в те подвалы, где ассоциации, он говорит, вы вообще обалдеете. Хорошо. Возьмите под контроль эту ситуацию, просто мониторьте ее, но так нельзя. Вы знали раньше все, сейчас я вас спрашиваю, вы ничего не знаете. Зачем вы сюда пришли тогда? На меня посмотрите. Я и так вас вижу. Садитесь. Глориум. Предприятие работает в штатном режиме. С вчерашнего дня были в рамках все заявки. В утром уже поступили эти заявки, вы это и все ребята говорили. Правильно. Правильно. Спасибо. Я не знаю, ваш руководитель вам говорил или нет. Встречались с вашим руководителем, попросили его, чтобы он вернул канализацию городу. Он сказал, что он предоставит нам цифры о затратах, которые были затрачены. Цифры предоставили? Цифры не предоставили. Цифры не предоставили. Предоставили письмо о том, что якобы партнеры с Америки возмущены нашим непартнерским каким-то отношением. С ним разговаривал приман. Была комиссия. Они договорились, что он дает цифры. Возмещаются деньги, доказанные, которые вы вложили в канализацию. Вы канализацию возвращаете городу Бельс. Что он с нами играет? Какие игры? Я не могу понять. Партнеры из Америки возмущены нашим непартнерским отношением. Какое непартнерское отношение, что мы хотели вернуть канализацию городу Бельс? Какое непартнерское отношение? Передайте, пожалуйста, пускай даст цифру Вячеславу Ивановичу, потому что мы их ждем. Эти цифры хотят все посмотреть. В 20-м году он должен сколько вложить был денег? 32 миллиона. 32 миллиона. Не, в 20-м, а до 20-го. А, до 20-го. Он их вложил? Нет. Нет пока. Поэтому, чтобы он зря не тратился, пускай вернет городу, и мы будем канализацию развивать на благо Бельс и Бельча. Вчера письмо за вашей подписью, письменно везде отправили, чтобы представили это. Ну, просто есть представитель, он ходит на все заседания, он понимает, что происходит. Возьмем его, он замдиректора водоканала, будет по канализации главное, не лучше и плохо. Здорово вам. Есть общество охотников, да, у них есть и патроны, и ружья, и у них все есть. Они сами хотят уже быстрее вступить в бой, понимаете? Мы им сделали график, мы им сделали график мероприятия, мы созвалили... Дорого, ну давайте про вот это, закупить патроны, но не будем про это делать. Они обратились к нам с просьбой, чтобы мы им закупили патроны. Ну вы скажите, что мы не можем закупать, у нас нет такого подразделения. У нас нет такого подразделения. Все остальное под контролем. Участились муче отравления за время праздников, то это естественно и вы. Ну хватит, там что-нибудь ёртся, там убийство произошло в картинах. Дорого вам, у меня к вам просьба, вот сидит господин Хмарный здесь, идите вы. Подойдите, пожалуйста, к нашему директору приюта для собак, и он просил купить автомобиль. Мы купили для отлова с животного месяца. Сколько? Два месяца? Месяц. Нет, месяц. Вы не в курсе, он стоит на учете в машине? Да, стоит на учете. Стоит на учете. А вы ежаете? Отлично. Юрий Николаевич, он вас лично при мне просил, чтобы вы дали своих специалистов на эту машину. Чтобы помогали отлову. Так вот, я вам говорю, машину купили, оборудование есть, у вас специалист есть хороший на ДРСУ. Пожалуйста, по улице Лесечка, это Нижний Бам, если вы не знаете. Выйдите, пожалуйста, туда лично и отловите ту стаю собак, хорошо? Хорошо? Не надо мне отлавливать, чтобы вы понимали, дайте я скажу. Не надо мне отлавливать собак, щенков вот этих маленьких, которые не представляют вообще никакой угрозы для населения. Маленький вот такой вы ловите и привозите в приют, ну вот такого щенка. А еще знаете, какую сейчас они недавно привезли, месяц назад? Пудель, знаете это? Пудель. Пудель. Какая-то агрессивная собака Пудель. Где вы ее видели, агрессивная собака, а? Мы не говорим, сейчас я не делю, Бельцы, Кишинев или Приднестровья. Я говорю, кто отлавливает Пуделя, слушайте, на него посмотри, что он убегает уже, а? Пуделя отловили и привезли в приют. Агрессивный он. Вам самим не смешно? Николай Николаевич, по имени Бельникова, мой работник, работают синими, синими машинами. Они работают, выезжают, обследуют весь город. Я не знаю, почему вам недоложили об этом. Еще раз говорю, улица Лесечка. Если вы не знаете, что там вчера произошло, я не буду говорить сейчас слух. Я понимаю. Выйдите на место и отловите эту стаю собак. Именно агрессивных, а не Пуделей. Еще после стрижки, который, видать, потерялся, заблудился, его привезли в приют. Паспорт сделайте ему, хозяин найдется точно. Спасибо. Хорошо. Прошу вас. Ну и-ка. Ну и-ка. Я всегда знал, что в наших парках туалеты принадлежат муниципальному предприятию БИЛ. Ну вот я всегда так думаю, по крайней мере. Вчера я перелистываю почту и у меня служебная записка о том, что наш туалет в городском парке продан в 2000 году. Земля продана. И там сейчас хотят открыть какое-то кафе. Что-то я вот вообще не понимаю. Ну объясните мне, как продали в общественном парке, в нашем парке, в городском, продали землю и туалет, конструкцию. Объясните мне, пожалуйста. Почему вы не используете? Он был у вас на балансе. Я вчера посмотрел документы. Он был на балансе БИЛ этот туалет. Как он пропал? Николай Николаевич, БИЛ, создан в 2011 году. Ну, дирекция парков. Неправильно выразился, прошу прощения. Дирекция парков. Это не решение дирекции парков. Еще раз спрашиваю, вопрос вам. Как продали туалет? Я его не продавала, Николай Николаевич. Его продавала в примарии, в муниципальных средствах. Как в примарии, если он на балансе дирекции? Собрали с балансом на баланс в примарии. А землю как продали? Точно так же. Точно так же. Собрали с балансом на баланс. Сумой так это. Сумой так это. Не, но я вчера... Это не смешно. Я вчера подписываю служебные, от Романенки приходят служебные. Экономические агенты какие-то суши. Не помню, начало, в конце суши. Печаль. Я прошу открыть уведомление о общепите. Я начинаю понять, где этот общепит. Этот общепит в парке на месте туалета. На туалетом. Извините, на втором этаже. На туалет. Мы не можем продать. Это не является собственностью муниципального предприятия. Есть собственник, который... Алла, напиши, пожалуйста, на Зиньковскую. Пускай мне подходит служебную записку, как был продан земельный участок в парке. И как было продано это строение. И подготовить материалы в прокуратуру и подать. Оно мне уже надоело. Там продали этот парк. Там продали. Там продали. Я посмотрел, там в 2000 году продавали. И фирма какая-то там... Три этих уже... Три переоформления было. Больше ничего не продали? Не, ну скажите мне сразу, чтобы я понимал, к чему дальше готовится. Инконлаку продали. Туалет продали. Что еще продали там в том парке, а? Как они могут? Я не понимаю. Над туалетом открыть общепит. Это вообще уже маразм, а? Если плохо подготовить, то побежать не надо. Господин... Тут какая-то серьезных вещах. Светлана Викторовна, значит... Личный состав у вас в полном составе есть? Нет. Просто работают хорошо. Вы им сделаете благодарность, обязательно объявите. Но дворников не хватает, конечно. Именно что касается центральных улиц, набережной, бам. Очень хорошо они убирают, да. Единственное, что замечание по улице Горько, где мы постелили плитку, когда люди гуляют с колясками, и там очень много гуляет с колясками. И там вот в эти выходные было очень не убрано, и мне было очень стыдно от людей, которые гуляли там с колясками. Главное, Горького вверх, Киевская, убрано, а Горького вдоль роддома, площади, не убрано. Николай Николаевич, выясняйте так. Значит, в этой бригаде сегодняшний день в доме всего шесть человек, где не закреплено 16 километров улиц. Они в тот день убрали полностью улицу Йорку и убрали часть улицы Горького в верхнюю часть. Действительно, они не успели в этот день закончить, и сделали на следующий день. Они сидят, они работают, но 120 остановок, ищем, она убирается. И у каждой бригады большие участки, по 10, по 12 улиц. Поэтому мы ищем возможности взять на работу дополнительный объект. Горького, к сожалению, сегодня это решает проблему. Очень решает проблему. Мы обращались в бюро по другое устройство. Вы знаете, что мы обратились в троллейбусное управление, мы определились в троллейбусе, в высоту и висели. Мы все бизеты написали. На эту работу, к сожалению, желающих очень мало. Очень. И в каждой бригаде недостаток по семь, по восемь человек. Все люди, которые есть на сегодняшний день, они выполняют объем за тех недостающих людей. К этому претензии, к этому серьезно, неправильно будет. Они очень стараются. Хорошо. Гостиница. Я очень желаю вам предложение. Потому что зима для вас всегда сложный период в связи с праздниками. Какой-то русской плене. Отопление. Хорошо. Спасибо, Лариса. Работаем. Зима позволяет, правда, с 1 января до настоящего времени. Сегодня подряд организация по устройствам флешвика метанализации. Правда, ее не слабо делается. Чебану сегодня приступила после погодных праздников. Приступает к работе. Продолжает работу. Погодные условия позволяют. По уличному освещению второй раз объявил тендер. В электронном виде объявление опубликовано на сайте Примарии и на электронной платформе Елечитая ЦМД. Первый раз не состоялся. Был только один участник и не выполнил все условия. Работаем по обслуживанию уличного освещения. Готовим в очень хорошем состоянии, в плачевном, неудовлетворительном состоянии и сети подземной коммуникации. Сейчас особенно не работает аллея классиков. Вынуждено воздушкой освещение по аллее классиков. Вынуждено воздушкой перекинуть были существующие опоры. К опорам на аллее классиков сейчас работают. Если заметили, с 6 числа елки даже не горели. Иллюминация праздничная. Наряженные елки. Также перебит кабель видно. Тут перед Примарией вы видите все воздушкой кинуто. Это все надо поднимать, вскрывать, делать надо. Но это не в порядке, конечно, обслуживания. Это уже какие-то капитальные раскрости. Вот. Вот. Все эти древние. Опишите что. Все эти древние. Да. Мы только перед совещанием определяли. Еще по двум объектам необходимость связана с теми площадками, с под теми, как вчера ключи передали. Сейчас мы к ним дойдем до площадок. Скажите на Конева. Да. Вы связались с экономическим агентом? Да. Замена счетов в баскетболе? В распоряжении приложения к акту рабочей комиссии переделано приложение, указана замена счетов. Правильно. По законодательству в 490 дней. Правильно. От 27 декабря. Все отлично. Замена баскетбольных счетов. Да. На новое. Есть встреча. Да. Отлично. Дальше. Скажите, улица Дзержинского. Это вниз. Вот полиции, если по Николаеву смотрим, вниз. Значит там установили опоры. Две опоры установили. Значит на одну опору светильник повесили, а на вторую забыли. Не, не забыли так. Не. Как же установили две опоры по проекту? Установили один светильник. На конечную установили? Нет, на первую. На конечную ничего не установили. Я проверю. Вы обязательно туда выйдете. А Паладия улица. Паладия. Паладия. Бывшая Дзержинского? Паладия. Выйдите туда и посмотрите. Да. Вы поняли, да? С Николаева вниз. Так. Пока тут сразу же по площадкам. Образование есть у нас? Да. Скажите, пожалуйста. А вот мы построили площадки спортивные. Мы что, построили их, чтобы держать закрытыми и втихаря по секрету их? Паладий Николаевич, только вчера получились ключи от этих площадок, от сеток. Ключи сегодня будут переданы в лицей Кашбук и в 14 гимназии. Они были закрыты, ключей у нас не было от этих сеток. Не было. Нет, сетки волейбольные. Сетки волейбольные. Волейбольные. Да. А от ключей от калиток. От калиток. От калиток. Пожалуйста, откройте площадки. Значит, передайте, где ключи от площадок будут, чтобы в 6 утра площадки открывались. И в 22.00 площадки закрывались. В таком режиме, да? Конечно. В 6 утра люди, кто хочет бегать, кто хочет заниматься физкультурой и зарядкой, пускай идут себе спокойно заниматься. В 22.00 не сильно темно для этих площадок. Еще между Кожгук и Ломоносов есть освещение там уличное. А сзади гимназия номер 14 там, к сожалению, освещение. Давайте в 21.00. Ну я просто знаю, что вот я сейчас... Ребята просто перепрыгивают. По забору лезут, играют в баскетбол и в вечернее время тоже. Я был очень сильно удивлен, когда увидел, что они закрыты. Прям сегодня же вы позвоните сейчас после совещания, чтобы их открыли. Да. И они с сегодняшнего дня начинают работать. Я вас понял. Ворота закрепили в футбольной. Какая проблема? В четверг приезжает подрядная организация, закрылись. Послушайте, я не понимаю такого. Николай Николаевич. Вот давайте вот смотреть. Смотрите, сегодня у нас 15 января, да? Да. Я понимаю, что у людей праздники, лыжи, курорты, Гавайи, что так у них. Куба еще. Но если он не сделал дело, как он может тут оставить, идти на эти праздники отдыхать, а? Ну как? Объясните мне. Николай Николаевич, по проекту ворота были не закреплены. Мы с вами ездили, вы видели, что ворота баскетболисты отодвигают. Они специально не закреплены, чтобы можно было сдвинуть. Я вам рассказывал из практики. Я знаю. Из практики. В вооруженных силах солдата прибило с Куйбышева вот такие ворота. Вот он просто повис на них и пошел взял шаг вперед. И они сзади его догнали. И начали счастье, все в тюрьму, в дисбах. Вы этого хотите? Не дай бог. Нет. Ну так что? Я сказал закрепить ворота. Треймсное управление. Я просто понимаю, что длительные каникулы плохо влияют на всех. Понимаете? Посолевый поток возвращается в свой обычный режим. Праздничный режим работы, в принципе, закончен. Мы работаем в рамках объединенного режима движения. Какие бы особых причин для остановки движения? У меня были люди с молодого и с восьмого квартала. Они выражали вам огромную благодарность за новогодний троллейбус. Действительно, люди очень довольны. Именно люди пассажиры. И, наверное, передайте руководству, чтобы подготовили какие-то благодательные грамоты для тех же водительского состава, кто работал на этом троллейбусе. Для тех людей, кто участвовал в украшении этого троллейбуса. На следующий год надо продумать, чтобы я понимаю, что это затратная часть. Знаете, как меня спрашивают? Один журналист подходит и говорит, а сколько это стоит? Ну, я называю сумму. Они говорят, ой, как это дорого. Я говорю, почему вы не спросите людей, приятно или неприятно? Детей не спросите, хорошо это или плохо? Понимаете, вот какие-то вот эти желтые прессы, вот они какую-то все хотят найти, какую-то вывернуть все. Подготовьтесь, пожалуйста, на следующий год, чтобы у нас таких троллейбусов было минимум три. Минимум три. Вы в лицамерах обещали троллейбусы по всем районам городом и выполнили указания. Нет, я знаю, все, я говорю, спасибо, потому что это от жителей города. От жителей города, они очень благодарны, и кто идею эту принес, и кто участвовал в этом, во всех этих представлениях, что внутри троллейбуса были. Мы огромное спасибо выражаем. Там, наоборот, даже вышли с предложениями, люди хотят и свадьбы теперь, и еще что-то хотят. У нас такой прецедент уже был, уже несколько свадьб уже катали по городу. Да? Да. Ну вот вышли, они говорят, давайте свадьбу, мы готовы заплатить сколько стоит. Сейчас вышли у нас иностранные пенсионеры, коммунальщики, типа троллейбусы, катабайщики, они уже откатали англичан, сейчас хотят уже немцев покатать на троллейбусы. Ну, супер, молодцы. Хорошо, спасибо. Передайте руководству, чтобы они сделали благодарность. Спасибо большое. Елизавета, пожалуйста. Ну, как вы уже знаете, недельным вечером у нас трагический случай. Знаем. Да. В основном, там садик работает нормально. Ужасно. Случа, конечно, нет вообще. Это, я не понимаю. Капитан, как я, Рябинеров, который знает, что такое оружие, и так себя повести. Значит, по транспорту у меня были ваши жители. Значит, да, там они высказывали, что это проблема с автобусом. Значит, я вам сказал, что... Мы будем, конечно, сейчас искать выходы другие, но... Беспроводной троллейбус пойдет в Елизавету. Вот это будет точно. Да. Были работники. Мы там разговаривали. Они уже как-то... Затерпите с терпением. Троллейбус пойдет к вам в Елизавету. Хорошо? Все. Спасибо. И кого нет? В очередной раз хотим напомнить о важности и необходимости установки закрытых мусорных площадок во всех микрорайонах города. Потому что в который раз наблюдаем неблагоприятную картину, как после скопления огромного количества мусора после прошедших праздников Весь бытовой мусор разнесся на придомовые территории, что еще хуже, на детские площадки. Хотя что мусорные баки полупустые. Юрий Николаевич, слышали? По периметру это полная антисанитария. Значит, у нас тут график, мы делаем, что здесь два инвалидиста, у нас заходили три площадки. Значит, больше... Я понимаю, что бюлеты вы установите все? Языков не видите, да? Нет. Не знаю, где закончится проверка. Какой штраф. Что за штраф? Ну, у нас просто... У нас у права министерства финансов, которые сделали проверку, ищут. Очень ошибку. Не обязательно... Ошибку чью ищут? Ну, был директоров. Более мягко скажу. Деятельность господина Пчела? Ну, они проверяют, в принципе, начали с... Ну, пускай проверяют, чего переживают. Я не переживаю. Ну, так и все. Вы же предельно честны, чего... Я не переживаю. А господин Пчела пускай отвечает за свои содеянные. Мы постараемся, все, что возможно. Мы действительно объявили сейчас тендер. Мы заказали 5 человек на работу по оппозиции. То есть, официальный сайт, где-то 20-го. По-первых, в 20-м сайте будет сайт ДСУ, где будет выставляться все, чтобы с этим купить. Даже любую мелочь. Чтобы не было обвинения, чтобы не обитать телес. Поэтому, да, чуть-чуть. Экология. Мы просим у них прощения. Пусть нас чуть-то дождут. Но я уверен, что мы детей сделаем больше. Просто... Дайте мне вопрос. Потому что мы не имеем права... И так мы нарушаем, мы делаем. Это предупреждение, которое мы обещали. На этой неделе закончим. В принципе, я сейчас прошиваю по набережной дороге. И Горького, это... Гличко мы закончили. Хорошо, спасибо. Да. Полиция, пожалуйста. Нет? Слава Че. Глебич. Судя до... Всем спасибо. Идемте работать. Спасибо.